приветствую свою арку стивена кинга да ребятки чтобы мы делали без стивена кинга уже дает нашим мыслям нашим мыслям хоть какую-то надежду понимаешь потому что потому что чудовище чудовище это на самом деле наш лучший друг в общем ребятки с утра сегодня был зной солнце летнее радостное святое светил мне через мою желтенькую шторку дерево кругом в общем птички ну а я опять таки боялся вылезти из сна да кстати говоря по снам могу вам отчитаться очень было сегодня неплохо снились мы одноклассники точнее даже больше одноклассницы одна из них значит ну из них я посадил себе на колени она была в таком как это называется платье мини футляр ну такое платье цельное но выше колено юбка ну и к но там все куда-то шли вроде как фотографировался и все в очень такой детализированной обстановке все в таких коричневых таких таких тонах знаешь как в кремовых коричневых тонах как будто бы это происходит где-то за сценой очень так в кино бы это смотрелось так сейчас я выкидываю мусор но здесь книга которая очень зауважал и в общем читал почти не мог оторваться сейчас скажу почему сейчас я сезам откройся да вот здесь у нас видишь здесь был магазин и он работал блин год-два-три назад на нам работу мне кажется потом закрылся я кстати вот это штуки не понимаю почему он закрылся мне кажется что по моим бизнес-представлениям вот магазин в снт не может быть ничего прибыльней проезжает дом таможенника вот представь себе выяснится что это не дом таможенника и еще к тому же а вдруг я с ним познакомлюсь вот в том то и дело понимаешь все устроено по этому принципу а вдруг ты с ним познакомишься и очень как говорится быстро происходит перемещение как говорится по социальным ярусом и так далее я конечно не знаю насколько как говорится нищий может стать богатым но обратное превращение кстати говоря между прочим то я беседу с александром липовым мое огромное достижение что мне это вообще удалось удалось ну так вот и беседу значит он мне сказал что богатый тоже хрен не превращается в бедного понимаешь то есть он говорит но он так и спрашивает где мол такой случай вообще описан да моя американская дорога здесь вот хожу пешком да про книгу робинсон круза да ты понимаешь это почему почему мне хорошо когда я читаю потому что описываются испытания описывается значит человек перед испытаниями один на один человек который не 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 хорохорится как говорится не втирает очки как это сейчас принято сейчас всегда было принято создавать видимость но мне кажется что сейчас в наше время особенно принято создавать видимость и особенно в нашей северной стране потому что я не верю в топу благосостояния своих знакомых которые они демонстрируют не верю я не очень хорошо отношусь к кредитам к тому же и к тому чтобы брать себе какую-нибудь некую шкоду в кредит во первых я вот я принял самое разумное решение по машине я купил самую надежную машину в которой все есть все электро стеклоподъемники кондиционер я кстати против этого климат контроля совершенно против мне уже писали возмущенно что теперь ничего не понимаю какой я типо этот самый ну в общем при этом при всем вот я тебе говорю я против климат контроля потому что вот в машине такого уровня я ездил я там nissan x-trail nissan pathfinder nissan tiana чё еще ездил регулярно там к этот к климат контроль и и душно понимаешь я не могу я не могу регулировать здесь я могу регулировать поток струи скорость их степень холода или тепла понимаешь автоматическая коробка здесь есть даже вот датчик внешней температуры очень приятно очень приятно такая у моей конфетки дополнение маша моя ракета обошлась мне в четырнадцатом году в пятьсот семьдесят две тысячи это полная финальная цена при получении ее из автосалона новый ты понимаешь 6 июня вот собственно на днях мы празднуем 10 лет и я тебе скажу что я намерен на ней проездить еще десять лет сейчас я проделаю там все нужные замены потом у меня будет большая пара путешествий все системы я проверю все масла там заменю в этом в коробке в в двигателе естественно там масло фильтра все как говорится может быть даже поеду к официалам я не знаю может быть и так по крайней мере сейчас забурюсь в интернет посмотрю спокойненько значит где лучше всего все это можно сделать ну касательно дальше смотри мне не удалось договориться по интервью со скрипичным мастером выдающимся скрипичным мастером но он интроверт и в общем так он довольно настроен нервно естественно по понятным причинам да как бы у нас же видимость только спокойствие соблюдается как и всякая прочая видимость но у меня сейчас мысль я хочу написать Алексею Камерзанову это кстати вообще я вот забыл но он до Алекса Брежнева это вообще по идее первый первый блогер которого я так вот оценил стал смотреть вот эти у него фильмы я считаю что про его автопутешествие высочайшего уровня то есть это просто-напросто ну телевидение уровня телевидения ничем не уступает а даже и превосходит я считаю но это опять же про то что кстати вот еще раз хочу сказать что в блогерстве в блогерстве это абсолютно не нужно почему потому что я вообще выделяю два вида уровня два уровня видеосъемки это вот такая как у меня сейчас и это же уровень это телевидение то же самое все и кино вот два вида поскольку кино это вообще отдельный очень дорогой аттракцион и там просто-напросто кино это команда это система это бюджет это очень много всего поскольку уровень кино все равно недостижим поэтому я считаю что просто не нужно париться вот здесь я где-то вот здесь прошел год назад я стоял в отстойнике перед своими такими же блогерскими поездками как сейчас ну в общем ну чё кстати хочу похвастаться что я уже в четвертый день не пью антибиотик это очень много значит ну и в целом конечно повторяю еще раз еда это моя в общем-то единственная радость я люблю от пуза поесть естественно я люблю естественно все пицца подобное пирожки особенно я люблю ржаной хлеб особенно свежий ну это все убийственно действует на мой животик а мы въезжаем в село Чепелева я желаю всем хорошего дня